здравствуйте дорогие мои друзья записываю это видео ну выложу его конечно завтра с утра поход поход никиты бубна шамана и так сказать деда мороза не успев начаться хотя нет ну пол дороги нам прошли прервался самым так сказать циничным образом то есть никиту схватили деда мороза схватили беззаконно конечно чё там за уши притянули что шествие то есть они идут ну как бы идут по по своей земле 11 тележки другой с велосипедом даже в разных местах они это как я не знаю какие законы где кто их выдумывает какой идиот выдумывает эти законы вообще или откуда они их из пальца высасывают или еще с каких-то мест своих начальников что какое-то шествие во время там к вида да тут там без масок аки по дороге наверно идут но тут могут такой абсурд наговорить что там с лозунгами до шли без плакатов у них не было там плакатом там как сказать путин там уходи или еще что-то каких-то ну так призывов там типа проваливай там ну говорили они в роликах до свободу шаману кто-то там еще что такое а почему бы нет конце концов на это уголовное преступление требовать справедливого расследования но как я понимаю законов в этой стране не существует то есть все они так сказать выдумывают суды лепит то есть ну так сказать еще стрелять на начать и в общем то можно вполне так сказать рассказать что наступил 37 год хотя вполне возможно и стреляют день в тихушку найти просто ну как бы несколько публичного человека ну неудобно кого-то запросто там чё этим беззаконным мы знаем как вот там в хабаровске помните вывозили активистов журналистов там пестик представляли могилы копали такие рассказы ну бездоказательно но верите в этому я верю помните вот этого врача из больницы то что там истории были что его тоже вывозили и пугали где-то там в лесу потом выпустили то есть такие методы они применяют применяют потому что это бандюганы это не офицеры это бандюганы просто бандиты прикры то есть еще хуже прикрывающие свои преступления погонами служебным положением то есть кто преступник они или никита интеллигентный человек который вежливо разговаривает ни слова так сказать оскорбление мата в отличие от меня дед мороз писатель так сказать человек тоже духовный никаких плохих слов и от него не слышал но видите шьют шьют экстремизм на вообще да это надо натянуть еще и значит схватили тележку помните ликвидировали еще что-то вот я тут смотрел отрывок стрима никита что еще и кошелечек пропала вдруг потом его нашли да потом вдруг нашли кто дернул кошелек то те же сотрудники они же это ловкие ребята да там раз оставил хоп я не знаю с какой целью там чуть карточки там еще что-то там не не стрелянная на обогащение с целью там как каких-то своих этих фокусов-покусов жулики жулики офицеры это знаете как помните мультик про карусона который живет на крыше когда они там по крышам с малышом бегали и там смотрят там дядьки ворует белье такие двое и этот карус ноет малыш прошу откроет брат это же жулики вот вот то же самое хочется и сказать об этих гражданах то есть с абсолютно беззаконно коряво глупо вот опять же сам пломба мы там мы там ты сиди там не вы высовывайся да то есть ходить по своей земле ну да там с это не просто ходить да то есть паломники знаете вот дедушке ленину ходили ходоки со всей вот найти ну тогда это разрешалось даже во время так сказать красного террора к ленину к держимскому сейчас пойдите даст дай дойдите до пути там или еще до кого-то ну явно вам быстро ноги переломают даже так сказать двигаясь из нижнего новгорода в москву к себе домой там без лозунгов того что там приду на красную площадь и там вам устрою нет такого не было просто маршрут сотрудники целые отделы сидят следят записывают на что вы деньги тратите вы шпионов ловите шпионов вы ловите в бородачей ловите нет вы их не ловите потому что похоже вы предатели вы их крышуете потому что ну как бы кто кто предатель родины никита или вот эти вот граждане которые должны заботиться о безопасности страны кого вы ловите писателя старика которого опять похоже в это в кутузку кинули шамана тоже беззащитного человека в сизотом мы тарите вот совесть то есть у вас ну да уже уже офицеры да ладно друзья мои печальные картины так сказать заката империи мы наблюдаем потому что это явно закат когда вот это вот начинаются начинается безумие просто уж смотришь вот здравый человек скажет но и но вы блин даете но вы блин даете а потом эти люди будут перебываться и говорить мы то мы бы все знали мы все знали но империя закатывается как говорится пришел император слабеет вот эти вот его подручные тоже так сказать бригада жулиманов идет в разнос каждый там свое лепит все какие-то безумные идеи совершенно не связаны с с разумом о стране никто не заботится полиция не защищает фсб не 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 борется со внешним врагом а ловит журналистов там блогеров от таких паломников как никита там священников как отец сергий за то что он якобы что-то сказал за на как говорится ответь за базар ну ладно друзья мои надо отвечать за базар но не только нам но и они не хотят за базар отвечать почему-то все пока